В эфире новости в студии Ксения Садова. Здравствуйте. Подводим итоги этого дня. Во Владимирской области вынесен приговор жителю Коврова. Он жестоко убил двух женщин, свою знакомую и ее мать. Как установили следствие и суд, 24-летнему молодому человеку срочно понадобились деньги. В алкогольном опьянении он пришел их требовать от матери своей подруги. Та отказала и парень нанес ей не менее 20 ударов ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Потом задержанная убила свою подругу. Та получила 48 ударов ножом. После содеянного мужчина скрылся. Нашли его в Волгоградской области. Вину подсудимый не признал. Суд приговорил его к 20 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Родственникам убитых он должен выплатить 1,5 млн. рублей. Злоумышленники научились похищать деньги у доверчивых граждан без реквизитов их карты. Владимирское отделение Банка России предупреждает о новом способе мошенничества. Снять наличные можно с помощью QR-кода. Сгенерировать его можно самостоятельно. Этим и стали пользоваться злоумышленники. Они сообщают потенциальным жертвам, что в банк поступил запрос на снятие денег со счета. И чтобы отменить операцию, просят прислать QR-код. Заполучив его, лжесотрудники банков легко могут снять деньги со счета обманутого человека. QR-код – это зашифрованные текстовые данные. Текст в нашем случае представляет собой поручение банку на выдачу денег без ввода пин-кода. Никогда не передавайте QR-код посторонним людям. Не печатайте его, не сохраняйте на телефоне. Лучше всего после использования сразу удалите его с телефона. Настоящий сторонник банка никогда не будет просить прислать этот QR-код. Если спрашивают, значит это мошенник. Продолжаем выпуск. Компания «Т-Плюс» направит на подготовку областного центра к следующему отопительному сезону больше миллиарда рублей. О замене оборудования в котельных и реконструкции тепловых сетей рассказали мэру Дмитрию Наумову по время его визита на Владимирскую ТЭЦ. Подробности в репортаже Оксаны Любимовой. Саркуляция ситовой воды 10 300 тонн в час, расход газа 59 тысяч метров кубических в час. Замечания, являющиеся надежность оборудования. Дежурная смена главного счета управления рассказывает гостям о параметрах работы оборудования. Владимирская ТЭЦ обеспечивает теплом 80% областного центра. На подготовку города к следующему отопительному сезону планируют направить больше 1 миллиарда рублей. Обновят основное оборудование 5 котельных на почти 133 миллиона рублей. Переложим 5 участков тепловых сетей общей протяженностью 10 километров на сумму порядка 300 миллионов рублей. Также заменим 10,5 километров тепловой изоляции. В планах реконструкции магистральных и распределительных сетей некоторые работы потребуют ограничения автомобильного движения почти на 10 участках. Графики обязательно будут согласовывать с мэрией. По словам Дмитрия Наумова, город постарается максимально сократить неудобства для жителей. Вопросы, которыми тут были обозначены, связанные с ремонтами, со всеми остальными работами, конечно же, мы будем согласовывать. Стараться максимально оперативно доводить до населения, решать вопросы с организацией объезда, с какими-то другими моментами, чтобы стараться минимизировать неудобства, создаваемые жителям. Но, как вы понимаете, без таких работ дальнейшее стабильное функционирование предприятия невозможно. Закрытые для автомобильного движения участки и пути объезда нанесут на интерактивную карту. Энергетики обещают обновлять данные на своем интернет-портале. Мы по каждому перекрытию, по каждому такому сложному ремонту на сайте будем вешивать картинку в виде карты. На нашей подложке ЗУУ такая специальная программа есть, где будет отмечено от какой точки до какой будет перекрыто. Естественно, с возможностью объезда, маневра. Особое внимание обещают обратить на благоустройство территорий после ремонтных работ. По оценкам компании Т-Плюс, потребуется восстановить 30 тысяч квадратных метров асфальта и газонов. Город будет контролировать благоустройство всех участков. Максимально постараться восстанавливать после всевозможных аварийных работ участки, поврежденные дорог, тротуары. Стараемся к началу массового автомобильного движения именно по дорогам восстановить все эти участки. И, конечно же, вопрос туризма в городе в основном очень важен. Поэтому хочется, чтобы и внешне люди воспринимали город довольно положительно. Сейчас многие жители интересуются, когда закончится нынешний отопительный сезон. В мэрии пояснили, что по закону тепло в домах можно отключить, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет превышать плюс 8 градусов. Оксана Любимова и Евгений Адамов. Во Владимирской области продолжается капитальный ремонт школ, детских садов и колледжей. На эти цели из областного бюджета выделено 762 миллиона рублей. Об этом сообщила министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова. Со следующего года модернизация образовательных учреждений будет проводиться и на федеральные деньги. Уже подготовлены пакеты документов для вхождения в программу. Власти региона уверены, создание современных условий в школах – это залог безопасности и комфорта не только учеников, но и педагогов. И мы ждем, что 1 июня, по информации Министерства просвещения, будет объявлен набор на ремонты 2024 года. Мы подготовили 26 пакетов документов. 2025 года 26 пакетов. И сейчас заканчивается работа по подготовке сводных сметных расчетов и государственной экспертизы еще на 72 объекта уже на 2026 год. Во Владимирской области более 6 тысяч человек приехали из аварийного жилья. Это данные за 5 лет. Речь о домах, признанных аварийными до 2017 года. По информации регионального министерства ЖКХ, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 11 новых домов. В Гусь-Хрустальном, Струнино, Собинке, Вязниках, Киржаче, Покрове. Квартиры в них получат 862 участника программы расселения. Кроме того, готовится к запуску новая программа. Квартиры начнут получать те жильцы, чьи дома признали аварийными в период 2017 года по 2022. К другим новостям. Во Владимирской области с 13 апреля могут ввести особый противопожарный режим. Вопрос рассмотрелись сегодня на региональной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас среднесуточная температура воздуха выше нормы на 4 градуса. И в ближайшие 10 дней не ожидается существенных осадков. Это повышает риск возникновения ландшафтных пожаров. Поэтому уже готов проект постановления об особом противопожарном режиме. Если его прима, то с 13 апреля на всей территории области будет введен запрет на разведение открытого огня на природе. А штрафы удвоятся. Об этом сообщил замначальника регионального управления МЧС Юрий Арбузов. Навигация во Владимирской области начнется 15 мая. До этого дня спускать на воду маломерные суда запрещено. Но это правило нарушают коммерсанты. На лодках и катерах они доставляют храму Покрова на Нерли жители региона и туристов. Поэтому сотрудники МЧС усиливают патрули и регулярно выходят в рейды, чтобы предотвратить несчастные случаи. Подробности в репортаже Ирина Начаровой. Навигацию для маломерных судов откроют только 15 мая. Законно рядом с храмом Покрова на Нерли на катере и лодке сейчас могут передвигаться только сотрудники МЧС. В выходные здесь был аншлаг. Нарушители, которые по воде доставляли туристов и жителей региона к храму, штрафовали. Привлекаем людей по статье, то есть разрешение района плавания. Сумма штрафа это 5000 рублей. Отсутствие спасательных жилетов это грозит 300 рублей от 300 до 500 рублей. Госинспекторы подплывают к храму. Сегодня памятником ЮНЕСКО любуются только сотрудники охраны. Юрий Игнатов, прошлым вертолетчик, прошел Афган и Чечню. Офицер в отставке считает это место одним из самых красивых на земле. Храм, построенный Андреем Боголюбским после боя с булгарами в память об умершем от ран сыне Идиславе. Люди вам приходят, говорят, а здесь энергетика такая. Я говорю, так спасибо вам, вы эту энергетику приносите, если вы идете с благими намерениями. Храм, построенный на искусственном холме с 12 века, его ни разу не затапливало. Вода подходила прямо к стенам святыни, а потом отступала. Сейчас уровень воды в Нерли порядка 4,5 метров. Скорее всего, к Пасхе стихия еще полностью не освободит дорожку к первой в мире церкви, освященной в честь праздника Покрова Богородицы. Сотрудники МЧС призывают потерпеть и не пользоваться услугами перевозчиков. Мы не стращаем, наша функция не в этом заключается. Но принуждаем соблюдать правила. Кому-то достаточно приструктировать, кого-то приходится штрафовать. Туристов каждый год хватает, всем интересно на красоты посмотреть. Тем более место, скажем так, известное. Поэтому каждую весну приезжают, кто-то специально ездит смотреть, сделать фотографии, видео снимать. Туристов на Нерли ждут разные сюрпризы. Госинспекторы впервые обнаружили этот специфический объект издалека, похожий на человека. К счастью, это манекен. Я так понимаю, это местные юмористы, дабы придать колорит к экскурсиям на воде. Еще одна местная достопримечательность. Шалаш рыбака, тоже муляж. Его затопило, на самом деле он гораздо выше. Сколько под нами сейчас глубина воды? Метров семь. Это вообще пик или еще не пройден он? Нет, еще не пройден. В 2013 году вот этот крест полностью был в воде. То есть вода была еще больше. Большая вода привлекает любителей экстрима на Нерли. Кроме владельцев лодок и катеров теперь можно увидеть и обладателей судов нового типа. Передвигаться на них сейчас очень опасно, говорят специалисты. Саба это недавно стало буквально, наверное, два года. Такая фишечка модная стала. Надувная доска. Человечка ее надувает, привязывает, ну пристегивает себя тросиком и управляет гребет веслом. Люди надевают на себя тяжелую одежду, вода холодная. То есть если, например, он перевернется или что-то, ну проблематично ему будет спастись. Рейды сотрудники ГИМС проводят каждый день в половодии, когда под килем не менее пяти метров можно спокойно бороздить просторы, песчаные косы, мореные дубы и другие опасности в это время глубоко под водой. Как-то поспокойнее, поувереннее по реке идти. Каждый день у белокаменной жемчужины 12 века инспекторы ГИМС видят сотни впечатляющих видов для эффектных фотографий. Но пейзажи остаются без внимания сотрудников МЧС. В рейды выходят дополнительные патрули, чтобы предотвратить гибель людей. С начала половодия в регионе зарегистрировано 9 нарушений с участием владельцев маломерных судов. 5 из них только за последнюю неделю. Ирина Начарова и Андрей Беляков. В усадьбе Храповицкого подсудок, да и уже в апреле, могут начаться мастер-классы по конной трелевке. Так называется транспортировка вырубленных деревьев с помощью лошадей. Для этого используют тяжелоупряжные породы, в том числе владимирских тяжеловозов. Лошади удобнее машин для работ в лесопарковой зоне, поскольку техника может нанести ущерб природе. Территория парка усадьбы Храповицкого уже просохла после схода снега, так что работать будет удобно. Мастер-класс по трелевке проведет многократный чемпион России по троечной езде Андрей Корчагин. А участниками станут студенты Муромцевского лесотехнического техникума. Сегодня день космонавтики. 12 апреля 1961 года наш Юрий Гагарин стал первым космонавтом в истории человечества. Интерес к космическому пространству возрос, и уже через год во Владимире открылся планетарий. День космонавтики он отметил масштабно. Центральным событием стала презентация VR-фильма «Космонавт» из цикла «Один день в профессии». Каждый гость мог примерить VR-шлем и перенестись в центр подготовки космонавтов. В формате 360 градусов фильм рассказывает, как проходит подготовка будущих покорителей космоса, как выглядит пилотируемый корабль «Союз», как жили космонавты на орбитальной станции «Мир» и многие другие интересные факты. Я ищу полное погружение в виртуальную реальность, когда можно вокруг себя посмотреть, увидеть такую картинку замечательную, неплоский экран. Это замечательно. Я думаю, это позволяет как-то так проникнуть в тему, лучше ее узнать. И когда ничто не отвлекает, это позволяет лучше понимать все, что происходящее, лучше воспринимать информацию. Я очень рад, что на Владимирском планетаре стоялась премьера этого фильма. Первыми почетными зрителями стали председатель Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур Михаил Яшуков, участник запусков первого искусственного спутника Земли и корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту Анатолий Корешков и оператор, снимавший запуски космических кораблей и спутников Евгений Арсенов. Ветераны-эксперты высоко оценили VR-фильм. Прекрасно, я такого не видел. Молодцы, кто делал проект. Надо чаще приводить детей, показывать. Там история, рассказано все, Центр подготовки, все. Ну, прекрасно. Вспомнил, что я опять попал на Байконур. VR-формат позволяет зрителю почувствовать себя на месте настоящего туриста и побывать в кулуарах Центра подготовки космонавтов, походить по его коридорам, заглянуть в самые интересные места, там, где проходит непосредственно подготовка космонавтов на специальных тренажерах. Новости культуры. В Александрове прошел 15-й по счету молодежный фестиваль «Слобода музыкальная». В концерте прозвучало более 40 ярких инструментальных и вокальных номеров. Их подготовили воспитанники музыкальных школ Александровского района и Подмосковья. Классические произведения звучали по-новому. Любители музыки были покорены юностью и искренней манерой исполнения всех участников фестиваля. В этом году это очень знаковый для нас год. Это год 500-десятилетия Александровского Кремля и города Александрово. И этот год объявлен президентом, годом педагога и наставника. Мы решили назвать наш фестиваль «Дотянуться до звезд». Но мы надеемся, что это будет очень хорошей стартовой площадкой для творчества наших юных музыкантов. Впервые юные музыканты выступили на одной сцене с артистами Камерного струнного оркестра областной филармонии. Художественный руководитель и дирижер отметил высокий уровень организации мероприятия и старания солистов. Уже в следующем году музей-заповедник Александровская «Слобода» вновь соберет юных музыкантов и профессионалов высокого искусства. Это начинание замечательное, потому что любые контакты, я имею в виду не только с музыкантами, профессионалами, но и с соседствами, те детишки, которые приезжают, это не конкурсы, это уже не соревнования, это дети принимают участие в концерте, в котором какие-то дружеские связи возникают, преподаватели смотрят. То есть вне напряжения, хотя ответственность, конечно, есть, концерт, есть концерт. И вот это, я думаю, со временем уже принесло плоды, и в будущем, я думаю, что это будет жить и процветать. Во Владимирской области завершился третий международный фестиваль театров «Кукол-малышок». В конкурсной программе участвовало 15 профессиональных и частных театров России. Кроме того, были зарубежные артисты. Театры из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана представили свои работы в формате онлайн-трансляций. Владимирский областной театр «Кукол» занял второе место. Наши артисты показали спектакль «Сны о реке». Главные персонажи постановки – стрекозы, бабочки, птицы и необычный звенящий слон. Бэби-спектакли создавать не просто малышей, надо все время удивлять, признаются артисты и режиссеры. Это такая теплая игра, как будто дети становятся такими же участниками спектакля, такими же актерами. Они вместе с нашими актерами играют, вместе что-то здесь придумывают, что-то создают. И получается, что со стороны иногда не они пришли к нам на спектакль, не они в наш мир, а мы в их мир создаем какую-то условность. А они уже в этом мире варятся, что-то даже свое иногда придумывают. И получается, что они создают это действие. Вот это самое неожиданное, интересное и приятное. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история, вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32 62 33. Я с вами прощаюсь. А сразу после выпуска новостей большое интервью губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Не переключайтесь. Продолжение следует...